Ну что, коллеги, добрый день. Рад всех видеть. Со многими мы сегодня уже продолжаем работать, с кем-то только начинаем. Сегодня у нас рабочая встреча Координационного совета с представителями сообществ, советов, молодых ученых Приволжского федерального округа. Соответственно, модерировать нашу сегодняшнюю встречу будет Михаил Алексеевич Варфоломеев, наш гостеприимный хозяин из Казанского федерального университета. Миша, спасибо тебе большое, что ты нас сегодня здесь собрал. Мне кажется, от этой встречи сегодня выиграют здесь все и, собственно, Координационный совет, получив некие посылы, сигналы, вопросы и, безусловно, представители сообществ молодых ученых, которые у нас сегодня в офлайн-аудитории, в онлайн-аудитории. Это тоже очень здорово, что мы организовали это в таком режиме. Поэтому, Михаил Алексеевич, вам слово, как модератору, пожалуйста, проведите нам совещание. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, Никита Владимирович. Еще раз повторюсь, рады всех видеть. Хочется сказать, что сегодня в зале у нас в первую очередь руководители и члены Координационного совета, а также руководители и члены Советов молодых ученых Республики Татарстан, Казани, научных организаций Татарстана, а также научных организаций и регионов привозков федерального округа. Здесь у нас представлены онлайн и очно. Это Татарстан, Башкортостан, Кировская область, Чувашия, Мордовия, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Ижевск, Ульяновск. Практически, в общем-то, весь привозок федерального округа здесь представлен онлайн и очно. И сегодня, как раз, как сказал Никита Владимирович, в рамках заседания Координационного совета в Казани у нас встреча молодых ученых для обсуждения насущных проблем, для того, чтобы познакомиться между собой, обсудить планы, обсудить возможные дальнейшие взаимодействия. И, как полагается по программе, первое слово предоставляется руководителю Координационного совета Никите Владимировичу Морченкову. Спасибо большое. Значит, действительно, я сейчас отчетливо вспомнил, как мы здесь собирались уже с молодыми учеными Привозковского федерального округа. Это было, наверное, уже года три назад, наверное, мне кажется. Здесь же мы, мне кажется, сидели, да, я помню. Да, обсуждали. Это была моя первая тогда встреча в статусе председателя с молодыми учеными. После этого было много других встреч. Но вот все это сегодня вернулось снова сюда. Это здорово, что мы на регулярной основе выстроили такое взаимодействие. Очень отрадно то, что молодые ученые Привозковского федерального округа активно себя проявляют. Многие из вас участвуют в мероприятиях, которые организовывает Координационный совет. Такие, как «Лидеры России», «Трек наука» и «Встреча с министром». Многие тоже, я помню, подключались и задавали свои вопросы. И премия президента для молодых ученых. Поэтому, собственно, действительно, здесь с вами у нас на сегодняшний день налажена хорошо, как мне кажется, коммуникация. У нас три коллеги из Координационного совета, три члена Координационного совета представляют Привозковский федеральный округ. И, соответственно, обеспечивают взаимодействие с нашим советом. На мой взгляд, вполне эффективно. И, по крайней мере, информация оперативно доходит. Мы можем оперативно вот так собраться с вами. Это уже хороший сигнал. Я бы хотел в своем выступлении затронуть, наверное, несколько основных направлений, по которым, как мне кажется, у нас может сегодня сформироваться эффективное сотрудничество, по которым я предлагаю вам активно включаться в нашу работу. Далее мои коллеги расскажут чуть более развернуто о нескольких конкретных проектах, которые мы сегодня реализуем, которые, на наш взгляд, требуют активного вовлечения региональных молодежных сообществ. И потом, соответственно, по программе будут доклады от вас. И в режиме вопросов и ответов мы сможем какие-то болевые точки обсудить, проговорить. Собственно, отвечу на все вопросы, которые возникнут в ходе сегодняшнего совещания. На самом деле, одним из основных направлений нашей деятельности, сегодня нашей деятельности, я имею в виду координационного совета, является формирование такого единого национального сообщества молодых исследователей. Действительно, сила нашего совета в том, что в его состав входит сегодня более 50 молодых ученых из разных уголков нашей страны, из разных областей научных, из разных ведомств. Это тоже, я считаю, конкурентным преимуществом нашего совета. То, что он, будучи созданным при президенте, не ограничивается лишь только Министерством науки высшего образования или Российской академии наук. В состав нашего совета входят представители реального сектора экономики, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Федерального медико-биологического агентства, Роспотребнадзора и других ведомств. Я думаю, что дальше мы будем только расширять нашу сферу взаимодействия и на другие ведомства тоже. Соответственно, формирование таких сообществ сегодня, сообщества, единого сообщества, это действительно для нас представляется важной задачей. Эту логику на самом деле озвучивал и президент России, выступая на заседании Совета при президенте по науке образования 8 февраля. Он призывал к тому, чтобы активнее наращивалась междисциплинарная, межведомственная коммуникация, потому что характер тех больших вызовов, которые сегодня стоят перед российским обществом и зачастую перед человечеством в целом, требует действительно такого междисциплинарного, межведомственного подхода. Мы это видим, и я этот пример постоянно привожу, пример пандемии. Действительно, это, скажем так, проблема, этот вызов, это угроза, с которой мы сегодня столкнулись, требует вовлечения специалистов и из Министерства здравоохранения, и из Роспотребнадзора, и из ФМБА, и даже выходит далеко за пределы только медицинской или медико-биологической отрасли. Здесь сегодня есть, скажем так, плодотворная почва для исследований и в области гуманитарных наук даже, и социология, и психология, и экономика. Соответственно, есть целые исследования в этих областях, связанные с пандемией. Поэтому действительно я хочу подчеркнуть еще раз те большие вызовы, которые сегодня стоят и которые сформулированы были президентом стратегии научно-технологического развития еще в 2016 году. Хочу обратить ваше внимание, что тот же вопрос пандемии был среди больших вызовов, которые были в СНТР еще в 2016 году поставлены. Действительно, сегодня заставляет нас максимально налаживать вот это взаимодействие транстерриториальное, трансведомственное такое, то есть абсолютно сквозное на всех уровнях. И мы, как Координационный совет, видим свою задачу как раз именно в налаживании такого взаимодействия. На сегодняшний день мы взаимодействуем с около 600 советами молодых ученых по всей России. Это советы молодых ученых отдельных организаций, это советы молодых ученых муниципального уровня, уровня субъектов Российской Федерации и советы молодых ученых федеральных округов. Сейчас их утвержденных официально действующих два совета молодых ученых при Уральском федеральном округе и при Северо-Кавказском федеральном округе. Но, соответственно, есть вообще запал, есть амбиция на создание таких советов во всех федеральных округах. Если в Приволжском федеральном округе это будет интересно, мы тоже с радостью бы это поддержали. С подобными инициативами на нас сегодня уже вышли коллеги из Северо-Западного федерального округа, есть из Дальневосточного федерального округа. Соответственно, имея вот эту вот сегодня базу данных сообществ молодых ученых, какие мы видим задачи в плане взаимодействия с вами, как с представителями сообществ? Во-первых, безусловно, мы хотим оперативно доносить до вас ту информацию, которая у нас появляется практически из первых уст. Поручения президента, решения правительства, нормативно-правовые акты Министерства науки и высшего образования, новые грантовые конкурсы различных фондов. Наша задача заключается в том, чтобы максимально быстро, точечно доносить до каждого молодого ученого эту информацию. Мы в этом видим свою цель, мы видим как раз свои достоинства нашего совета в том, что мы взаимодействуем напрямую с молодыми учеными, не через официальные каналы министерства и руководства, хотя это тоже мы стараемся использовать эти каналы, они должны работать, но вместе с тем параллельно доносить эту информацию напрямую – это одна из наших ключевых задач. Вторая задача – это слышать ваши предложения, ваши инициативы, вашу обеспокоенность по разным вопросам, то есть это обеспечить трансфер информации в обратном направлении от молодых исследователей уже руководству страны, какие сегодня могут возникать сложности, что мешает ведению исследовательской деятельности сегодня для молодых ученых в разных регионах, в России в целом. Это вторая задача. И третья задача, о которой постоянно мы говорим, и о чем меня спрашивали молодые ученые уже на протяжении нескольких лет, это обеспечить действительно действенный эксперимент по взаимодействию между этими сообществами непосредственно на горизонтальном уровне, то есть инструмент некой координации, коммуникации, кооперации, назовите это как хотите, то есть простой и понятный инструмент, чтобы сообщества молодых ученых могли друг с другом, соответственно, взаимодействовать и формировать общие исследовательские команды, реализовывать совместные проекты. Решая эти три задачи, сегодня нами был реализован, вот сейчас на финальной стадии реализации находится проект по созданию цифровой карты советов молодых ученых. Этот проект мы вынашивали действительно достаточно давно, в разных аудиториях обсуждали, каким должен быть этот сервис, на сегодняшний день мы его практически готовы уже презентовать. Я думаю, что там уже сейчас последняя идет отладка последних функциональных элементов, и в ближайшее время мы планируем запустить этот сервис. Он будет выглядеть действительно в виде цифровой карты Российской Федерации, на которой будут обозначены советы молодых ученых, и этот сервис позволит решить все задачи, о которых я говорил раньше. Через него мы будем обеспечивать информирование, при том обеспечивать его действительно таким таргетным образом, то есть если мы хотим рассказать о каком-то крупном событии в области медицины, мы будем делать рассылку по тем сообществам, которые будут указывать у себя медицину как основную область деятельности, чтобы не грузить всех остальных ненужной информацией. Если мы хотим обеспечить информирование мероприятий, проходящим в Татарстане, мы будем использовать целевой фильтр, обеспечивающий возможность информирования только советов молодых ученых Татарстана и так далее. Во-вторых, форма обратной связи. В первом приближении эта форма сегодня уже работает на платформе Science ID. Она называется «Президент у меня идея». Ей может воспользоваться любой молодой исследователь и через эту форму обозначить свою инициативу, предложение или какой-то болевой вопрос, который его беспокоит. И, соответственно, координация, то, о чем я говорил, планируется на базе этой же цифровой платформы обеспечить возможность прямого взаимодействия между вами. То есть мне бы очень хотелось, чтобы эта платформа приняла вид такой самоподдерживающей сцепной реакции, что называется, чтобы впоследствии вот самый активный из вас, из советов молодых ученых, мы сейчас все вместе на эту платформу зайдем, и потом все остальные будут видеть, что идет какая-то жизнь, идет какая-то движуха на этой платформе. Они будут понимать, что они в стороне от нее, и, соответственно, появится некий запрос на то, чтобы подключиться к этому единому сообществу и начать пользоваться этой цифровой платформой. Дальше есть целая идеология развития этой платформы, как можно, что можно еще туда сверху накрутить и докрутить, чтобы развить ее функционал. Но, в общем, базовая история сейчас заключается в этом. В общем-то, поэтому я, заканчивая историю с цифровой картой SMU, призываю вас активно, что в ближайшее время, когда мы ее запустим, зарегистрироваться на ней, мы сделаем рассылку. Я надеюсь, это будет последняя наша традиционная рассылка посредством нашей большой вот этой базы, экселевской базы адресов, которую поддерживает Алина Ильдаровна и наши ответственные представители в каждом из федеральных округов. И уже после этого мы начнем просто информирование делать через вот этот вот цифровой портал. Это что касается цифровой карты SMU. Я потом отвечу, я думаю, на все вопросы. У нас предусмотрено для этого отдельное время. Сейчас, чтобы просто не разрывать доклад, я бы предложил переместиться дальше. Дальше у нас, соответственно, я видел, что вопрос мы обсудим, я повторюсь, соответственно, перейти на вот эту вот платформу Science ID, как раз на которой будет реализована эта цифровая карта SMU. Дело в том, что это лишь один из сервисов, который я сейчас анонсировал. Многие из вас уже пользуются этой платформой. На ней сегодня уже есть большое количество других полезных для вас сервисов. И опять же, так как я вижу вас как наиболее, скажем так, активных и перспективных пользователей этой платформы, мне бы хотелось, чтобы, соответственно, вы узнали максимально о ее возможностях, проинформировали ваших коллег и активнее пользовались, в общем-то, теми сервисами, которые мы создавали. Поэтому я попрошу Владимира Алексеевича Лазарева, коллегу по координационному совету, рассказать коротко о тех возможностях, которые сегодня есть на Science ID. Да, спасибо большое. Можно тогда включить презентацию? Там буквально несколько слайдов. Мы когда думали над самой идеей вот этой платформы, то мы обсуждали долго такую проблему, что у нас есть огромное количество различных личных кабинетов, которые необходимо заполнять при оформлении заявок в разные фонды, на разные премии и так далее. И родилась идея сделать единую анкету, которую можно было бы подгружать к различным системам. Отсюда у нас и появилась эта идея создать идентификационную сервисную платформу Science ID. Собственно, переключать я как могу слайды? Или вас буду просить, да? Можно тогда на следующий слайд переключиться, да? Собственно, здесь основные стейкхолдеры нашей платформы обозначены. Это как и руководители научных организаций, как и организаторы различных научных мероприятий, так и сами исследователи, государственные органы управления и технологические компании. На следующем слайде представлена структура личного кабинета ученого и есть несколько разделов. Вот они по кругу тут обозначены. Есть самый главный раздел – это наукометрические показатели. То есть в личном кабинете можно подгрузить все данные с Web of Science, с Копус, из РИНС. Также патентная база, насколько я помню, тоже подключена. Есть раздел научной вакансии, который соединен сейчас с Headhunters. И там большое количество вакансий публикуется. Там в конце будет на слайде указано количество вакансий, которые сейчас есть. Также очень удобный сервис организации различных научных мероприятий тоже есть на платформе. И тоже большое количество мероприятий уже проведено с помощью вот этого нашего сервиса. Следующее – это опросы. То есть можно проводить также на базе нашей платформы различные опросы. И тоже будут там дальше представлены примеры, которые мы уже провели, опросы, которые мы уже провели. Потом патент публикации, это я уже сказал. Все это соединено с наукометрическими базами. И доступ есть еще к грантам и к инструментам поддержки. То есть можно подобрать инструмент финансирования определенный. На следующем слайде, собственно, личный кабинет ученого. Это концепция такого цифрового портфолио, когда собираются анкетные данные, научные направления. А предыдущие ваши заявки на различные гранты, работы, которые были проведены, патенты и так далее. Все это автоматически обновляется и добавляется. Можно с помощью личного кабинета регистрироваться на мероприятия, публиковать там отклики на вакансии, формировать какие-то рабочие группы из нескольких представителей, которые размещены на платформе. На следующем слайде у нас просто показана структура личного кабинета. Вот он так выглядит. То есть там есть разделы, посвященные публикациям, патентам. Есть вот этот идентификационный номер, с помощью которого можно будет в будущем соединяться с различными платформами, будь то РНФ, либо Минобор, либо другие платформы, через этот единый идентификатор. На следующем слайде представлена модель компетенции. То есть эта история началась с первого конкурса «Лидеры России. Трек-наука». Мы когда начали вместе с РСВ разрабатывать первый проект этого конкурса, то встал вопрос, кого мы готовим, кого мы ищем в этом конкурсе. И мы пришли к концепции модели компетенции, в которую мы добавили две специфичные науки нашей научно-образовательной среде, две специфичных компетенции. И в результате разработали модель, которая сейчас лежит в основе трека наук и конкурса «Лидеры России». И дальше эта вся работа расширилась до более глобальной задачи, это формирование кадрового резерва в научно-образовательной сфере. И мы сейчас совместно с Ассоциацией классических университетов России разрабатываем модель компетенций исследователя. То есть эта модель, она может, можно пройти, будет проанализировать свои компетенции текущие, определить компетенционный портрет, дальше, например, посмотреть на какой-то целевой портрет, куда вы дальше можете стремиться, на какую позицию или по карьерной траектории, и, собственно, наложить текущий портрет на желаемый, определить дефициты компетенции и их заполнить с помощью образовательных курсов. На следующем слайде у нас вот этот сервис «Президент у меня идея», сервис упрощенной коммуникации в научно-образовательной сфере, который позволяет просто собирать инициативы снизу и при правильной упаковке доносить их до держателей научно-образовательной повестки в нашей стране. Собственно, там есть достаточно простая форма. Разделены эти все сообщения на несколько типов. Вот можно выбрать определенный тип и написать это обращение. Мы его будем, соответственно, рассматривать. На следующем слайде статистика небольшая. То есть сейчас у нас 17 тысяч пользователей на платформе. 68% — это молодежь в возрасте до 35 лет. Вот размещены, сейчас размещены 13 вакансий. Научных мероприятий проведено там больше, почти 1000 научных мероприятий. Там немножко цифры там полетели. Мне кажется, не 13 вакансий, мне кажется, там 13999. Скорее всего так, да. И, ну, собственно, вот эта небольшая статистика по платформе. И, по-моему, это последний слайд. Да, и следующее развитие. Да, развитие, собственно, связано с тем, что мы как раз хотим запустить карту советов молодых ученых. Вот, и дальше сервис по коммерциализации идеи для молодых ученых. Вот этот следующий сервис мы разрабатываем. Вот, наверное, пока, если коротко, то все. Спасибо большое, Владимир. Ну, в общем, это некий был краткий обзор того, что сегодня есть. Вот, на самом деле, действительно, всем советую зарегистрироваться и посмотреть, потому что мы старались максимально широким сделать функционал этой системы, чтобы каждый из молодых исследователей смог найти себе там полезный сервис, будь то поиск меры грантовой поддержки, будь то возможность поиска коммуникации среди сообществ молодых ученых или гид по тому, как можно коммерциализировать свои разработки. Соответственно, в продолжении этого, другим проектом, который сегодня мы реализуем, проект, который реализуется в рамках плана основных мероприятий и годы науки и технологий, является проект «На острие науки». Данный проект был инициирован нами, включен в план. Сегодня мы, собственно, отвечаем за его реализацию. Об этом проекте я попрошу рассказать Андрея Воронина. Андрей Игоревич расскажет об этом проекте. Проект направлен на популяризацию науки. Здесь как раз, кроме него, вот рядом с Андреем сидит как раз Алексей Федоров, который будет в ноябре читать лекции. Не отнимайте, Никита Владимирович. Все, я понял, замолокаю. Коллеги, короткое сообщение. Один из проектов, который реализует Координационный совет в рамках Года науки и технологий, который в этом году еще не закончен, еще много что нам предстоит. И, собственно, одна из целей сбора нашей здесь, это в том числе спроектировать, как же он все-таки закончится. Но есть подозрение, что он не закончится теперь никогда. И один из основной лекторий научной Годы науки и технологий в России назван «Настрее науки». Дальше, да. И базовая концепция, что это не просто популяризаторы, да, или не просто известные ученые, или неизвестные, да, просто умеющие говорить. Это статусные, заслуженные ученые, это лауреаты премии президента молодым ученым, это руководители мегагрантов, и это грант-получатели президентской программы Российского научного фонда. И каждый месяц, как вы знаете, Года науки и технологий окрашен в собственную тематику. Сейчас у нас октябрь, октябрь, по-моему, еще, да, еще не кончился. Это про энергетику будущего. И начали мы в марте, и до конца года, соответственно, 10 месяцев. При этом активно призываем тех, кто выступает, это действительно выдающиеся люди нашего времени, чтобы они в том числе пускали школьников, которые являются основной аудиторией этого проекта, старшие школьники и начинающие студенты, то есть это действительно научно популярный именно лекторий, чтобы они приглашали их к себе в гости. И тоже важный момент, что понятно, что мы часто, в зависимости от месяца, мы так или иначе уходили в онлайн, чуть меньше, чем полностью, где-то, где была возможность, мы, конечно же, устраивали очные лекции. И вот, например, как выглядит сейчас сетка на октябрь. Кстати, вот сегодня выступает Сергей Макаров. Как сейчас помню, он лауреат, по-моему, 19-го года, премии президента как раз. Сегодня в 4 часа будет прямая трансляция на весь архив, уже богатый архив, собран на сайте настроенауки.рф. QR-код тоже ведет именно на этот сайт. Я рекомендую его записать. Мы сейчас в конце на минутку на него заглянем. Там для вас есть интересное. Основная площадка в Москве, и мы действительно стремимся сделать очень качественную трансляцию. Все для этого есть полностью оборудованная площадка в Москве. И трансляции идут в группу ВК, теперь уже официально называется ВК, не ВКонтакте, президент России молодым ученым. Каждая лекция при этом просмотров набирает больше 100 тысяч. Суммарно у нас больше 5 миллионов просмотров на текущий момент всех лекций этого лектория. Но год науки еще не закончен. Важная часть акции на острие науки, это не только лектории, это еще и акция, когда ученые, мы с вами, ходят или возвращаются в свою школу, или в школу той организации, где они находятся в том регионе. И это действительно стало акцией, что особенно приятно, когда молодые ученые просто... Ну, все мы, не знаю, любим преподавать или любим со студентами взаимодействовать, но когда ты возвращаешься в свою родную школу, особенно в статусе ученого, и когда ты говоришь не столько про науку, а про... ну, демонстрируешь на своем примере образ современного ученого, как устроена наука сейчас, чем живет современный ученый, это очень важно, особенно в этот год. И мы очень надеемся, будем все делать для того, чтобы эта акция, она не заканчивалась, по сути. И в этом смысле призываю каждого из вас. Я думаю, всем будет приятно вернуться в свою школу, если нет своей, то Министерство просвещения, которое тоже является партнером этого проекта, с удовольствием поможет со школой. Поверьте, дети ждут, когда к ним придут такие ребята, вот как Леша Федорович, например, который слева от меня сидит. Леша, спикер, в мае ты выступал, да, месяц про безопасность, можно сказать, лицо российской квантовой криптографии и все, что с этим связано. Выдающиеся лекции, опять же, на сайте настроенауки.рф, можете посмотреть. Еще одна составляющая этой акции проекта на острове науки, «Крылья добра», совместно с нашим партнером Геоскан, это уже меньше мероприятий, но они не меньше по значимости. Это в детских домах мастер-классы с летающими беспилотниками, что мы, конечно, Геоскан благодарим. Это отдельная миссия, и хорошо, что в рамках этого года подобные проекты реализуются. И заканчивая, тоже то, что постоянно идет, есть Инстаграм-аккаунт, я думаю, многие пользуются, «Я в науке», где каждый день публикуются лица истории молодых ученых. Вот я прямо сегодня запринскринял это последние публикации, тоже QR-код ведет непосредственно на эту страницу. И призываем вас тоже подавать анкеты, публиковаться здесь. Это такой срез, что ли, уже больше семи сотен молодых ученых, опять же, на ежедневной основе обновляемой страницы. Давайте попробуем перейдем в интернет, если нас пустят на страницу на острие науки. Вот четыре темы, которые я упомянул. Лекторий, походы ученых в школы, экскурсии в лабораториях лекторов, и не только, и крылья добра. И попадая на каждую из этих страниц, давайте попробуем это сделать, например, лекции, самая важная кнопка, на которую обращаю ваше внимание, присоединиться. Каждый может присоединиться, независимо от месяца. Мы понимаем, что уже большая часть года закончена. Если вы, например, занимаетесь климатом, это не значит, что время упущено. Подавайтесь, присоединяйтесь. То же самое, самое важное, на мой взгляд, сейчас акция, ученые в школу, точно так же кнопка «Присоединиться». Каждый может, мне кажется, даже в некоторой степени должен, не только в этом году, но в целом, посетить школу. И здесь вот есть, кстати, цифровая карта, которая не работает. С утра работала. И все эти походы, они фиксируются на этом сайте. Собственно, можно посмотреть, как это было, как это будет. Все, на этом я заканчиваю. Спасибо большое, Андрей Игоревич. Ну, в общем, действительно, основной посыл всех сообщений, которые мы сегодня сделали, что те мероприятия, которые мы реализуем, они открыты для того, чтобы к ним присоединялись молодые исследователи, специально выбрали те, которые сейчас в активной фазе, и которые допускают и предполагают даже, я бы сказал, возможность подключения широкого профессионального сообщества. И действительно, каждый из вот этих вот подразделов акций на острие науки доступен для того, чтобы присоединиться, включая историю с детскими домами, историю со школами, с лабораториями, с лекторием. И проект «Я в науке» также, вот если кто-то из вас сейчас, будучи представителем активного сообщества молодых ученых, до сих пор не поучаствовал в проекте «Я в науке», ну, в общем, я бы призвал это осмыслить еще раз, обязательно прислать свою заявку для того, чтобы мы тоже про вас рассказали, про то, как вы ведете свою деятельность в Совете молодых ученых и научную деятельность, как вы пришли в науку, чем вы занимаетесь, кроме науки, потому что все это способствует популяризации нашей специальности и, в общем-то, соответствует основной цели года науки и технологий. Дальше, Михаил, как мы тогда организуем? У нас по программе еще вопросы, я предлагаю как раз до кофе-брейка 20 минут вопросы. Да, уважаемые коллеги, сейчас вы услышали те проекты и те направления, которые развиваются Координационным советом, и сейчас есть возможность задать вопросы, обсудить эти проекты. Как вы видите, участие Советов молодых ученых Приволжского федерального округа, значит, Республики Тарстан, молодых ученых университетов и регионов. Пожалуйста, коллеги. Можно вопрос задать? Я слышно? Да, пожалуйста. Единственное, коллеги, кто задает вопрос, пожалуйста, представьте, чтобы мы тоже знали, с кем мы говорим. Михаилова Елена, председатель Совета молодых ученых Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Вот мне не совсем понятно, про какую рассылку шла речь, нам вот почему-то никакая рассылка не приходит. А к кому приходят все эти рассылки, хотелось бы узнать, и как в нее попасть. Потому что мне вот это по профсоюзной линии пришла информация об этом мероприятии. Да, спасибо большое за вопрос. На самом деле, действительно, вот это как раз тот недостаток, который мы сегодня видим в плане информационной части, что не всем доходят рассылки, сбои почтовых рассылок, как попасть в базу данных. Именно в этих целях и создается как раз вот эта цифровая карта, чтобы активные советы, которые хотят участвовать и хотят быть в повестке, которые, соответственно, мы формируем сегодня, чтобы они регистрировались в этой системе и, соответственно, автоматически становились получателями всех рассылок, которые там проводятся. Если же мы говорим про текущую ситуацию, то, повторюсь, у нас на сегодняшний день в Приволжском федеральном округе есть три представителя координационного совета, которые могут обеспечить включение вашего сообщества, если она до сих пор не состоит в нашей базе рассылки по каким-то причинам. Если вы не участвуете активно, до этого не участвовали в наших мероприятиях и только сейчас случайно узнали и хотите в эту повестку быть вовлеченными, то, пожалуйста, у нас есть Михаил Варфломеев в Казань, у нас есть Антон Конаков, Нижний Новгород, у нас есть Александр Николаев Первый. Всех назвал? Вроде бы из Приволжского никого больше не забыл. Три коллеги, которые по координационному совету помогают нам сегодня доводить информацию до молодых ученых Приволжья. Если у вас с ними тоже связи нет, тогда давайте оставлю общую почту нашего совета офис собака.корсовет.ру офис, соответственно, как по-английски слово офис пишется с двумя буквами F. В чат, вот мне Алина Ильдаровна, секретарь совета, подсказывает, что в чат общую почту сбросим, но вообще надо, конечно, выстраивать коммуникацию здесь, на уровне федерального округа, и, соответственно, тогда вы будете точно в повестке. Спасибо. Да, я к этому вопросу хотелось бы добавить, что существует телеграм-канал, телеграм-группа как раз молодых ученых Приволжского федерального округа, которую ведет Антон Конаков. Надеюсь, вы тогда подключены. Если вы не подключены, пожалуйста, если вы сегодня здесь с нами, значит, вы к ней подключены и получили эту информацию. Нет, я вот получила информацию по электронной почте. Окей, тогда вы можете оставить свои контакты здесь с сообщением, и мы вас обязательно включим в этот канал, и дальше можем взаимодействовать. А ссылку можно на канал получить? Я вот прямо сейчас зайду из чата туда. Вы можете сейчас свой контакт вот здесь с сообщением оставить, и мы вас подключим во все эти сообщества Приволжского федерального округа. Хорошо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, пожалуйста, кто еще готов задать вопрос, комментирует, дать предложение. Я просто ради уточнения, Александр Смойков, председатель Совета молодых ученых Нижегородской области, Никите Владимировичу ради уточнения вопрос. Вот карта СМУ, а у председателя СМУ будет доступ, возможность усуществлять рассылки? Да, безусловно. Мы сейчас как раз обсуждаем, как эту иерархию выстроить. То есть там элементарной единицей, скажем так, боевой будет СМУ, организации, отдельной организации, но также предполагается, что там же в списке организаций субъекта, там она будет разбита, карта на субъекте, и при нажатии на субъект, помимо перечня всех Советов молодых ученых организаций, будет также Совет молодых ученых уровня субъекта. При федеральных округах, соответственно, будет Совет молодых ученых федерального округа. И, соответственно, дальше мы планируем открыть возможность рассылки внутри этой карты, максимально широко это открыть, чтобы, соответственно, все могли пользоваться этой картой как инструментом рассылки. То есть фильтрацию настроил, на кого ты хочешь сориентировать, и дальше мог информационно распространить. То есть у нас задача сделать коммуникационную полноценную платформу, то, что, в общем-то, и соответствует функции координации. Спасибо. Уважаемые коллеги, пожалуйста, еще кто готов задать вопросы? Михаил Алексеевич, разрешите вопрос. Да, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Габоненко Сергей, председатель Совета молодых ученых Казани. Вопрос к Владимиру Алексеевичу. Вы проговорили про площадку Science ID и сказали, что планируется подключение к различным грантам. Вот меня, как молодого ученого, интересует именно отчетная компания. Планируется ли это сделать, связать вашу площадку с отчетными, например, фонд президентских грантов, и когда вы планируете это сделать? Спасибо. Фонд президентских грантов я не уверен, потому что это финансирование коммерческих организаций, это немножко другая, мне кажется, тема. Все остальные фонды, в принципе, да, мы планируем, но пока не могу точно сказать по срокам. Я давайте чуть-чуть дополню еще от себя. Да, базовая идея была понятна, что содержательный отчет или заявку вы заполняете каждый раз сами, вопросов нет. Единственная была задача, используя ваш профиль в Science ID, автоматически подгружать всю информацию о вас как об исследователе, и это бы очень хорошо как раз поспособствовало с другой стороны тому, чтобы вы были заинтересованы в том, чтобы актуализировать свой профиль, потому что это, по сути, есть та информация, которая уйдет в заявку или в отчет. Поэтому инструментально, да, мы планируем это реализовать. Сейчас надо с фондами просто до конца провести переговоры, чтобы они нам обеспечили возможность, грубо говоря, интеграции по аккаунту в Science ID, всей информации с аккаунта уже в их систему. Это вопрос отработать технику с фондом. Спасибо. Вот уже вижу, что Мария в телеграм-канале привозка у федерального округа, вот цифровые технологии быстро реагируют. Коллеги, есть еще вопросы у кого-то в зале сейчас? Если нет, то еще у нас были вопросы, так сказать, заочные, которые ребята оставили, значит, в Google документе, созданном чуть ранее, и была возможность заранее их поработать. Ну вот первый вопрос, как вы думаете, будет о чем? О жилищных сертификаторах для молодых ученых. Вот он так и звучит. Тут нет конкретики, то есть я так понимаю, что интересует, какие есть дальнейшие перспективы, потому что была реорганизация данной программы, то есть до этого эти сертификаты несколько лет назад могли получать только, значит, сотрудники, молодые сотрудники Академии наук. Два года назад это расширили на ВУЗы. Если здесь есть что-то прокомментировать нашей коллеге, которая оставила этот вопрос. Конечно, спасибо за вопрос. Действительно, программа жилищных сертификатов, она претерпевает постоянно различного рода модернизации. В частности, вот мы тоже собирали предложение по, скажем так, улучшению условий данной программы для молодых исследователей. Сейчас как раз идет активное обсуждение на уровне Министерства науки высшего образования тех изменений, которые можно было бы внести в эту программу. Действительно, на первом этапе были включены все организации подведомственные Министерства науки высшего образования в данную программу, за счет чего смогли войти в ВУЗы. Но в ВУЗы смогли сначала зайти только научными сотрудниками. Сейчас дорабатывается история, чтобы ВУЗы могли туда зайти и участвовать. Смогли также профессорско-преподавательский состав. И еще подготовлен целый ряд предложений. Нами, как Координационным Советом, который мы направили сейчас в Министерство, это касается и расширения программы на другие ведомства. То, о чем я говорил, что, конечно, ученые, работающие в Министерстве здравоохранения, ничем не хуже, чем ученые, работающие в Министерстве науки высшего образования, и, казалось бы, наверное, тоже должны иметь возможность претендовать на подобные меры социальной поддержки. В общем, на сегодняшний день министерством разрабатывается новая дорожная карта систематизации мер поддержки молодых ученых, в том числе социальных мер поддержки, включая жилищные сертификаты, ипотеку для молодых ученых. Соответственно, в рамках этой программы как раз мы свои предложения от себя направили в Министерство, ждем реакции. Я точно знаю, что они уже эти предложения опробировали на других ведомствах, но они, как полагается, разослали это сразу в Минфин, в Минэк, в Минстрой, по-моему, и сейчас получают обратную связь относительно того, насколько эти предложения можно реально внедрять, для того, чтобы расширять программу жилищных сертификатов. В общем, в этом смысле движение идет, и, насколько я знаю, заместитель председателя правительства Дмитрий Николаевич Чернышенко тоже соответствующее поручение давал о том, чтобы продумать, как можно расширить и улучшить систему вот этой социальной поддержки, как ее сделать более адресной. Может быть, где-то мы тоже обсуждали это неоднократно, ориентировать ее и на научные достижения исследователей в этом, и это тоже включить как критерий при рассмотрении заявок на жилищные сертификаты. В общем-то, это сейчас такая живая тема, и я думаю, что в ближайшие полгода должны наступить какие-то изменения в этом вопросе. Да, там вот у Василия вопрос. Да, Василий Попков, МГУ. Но, соответственно, хотелось бы попросить еще не забыть о вузах федерального подчинения в этих программах. Очень болезненный для МГУ и, думаю, для СПБГУ вопрос. И национальных исследовательских центрах. Да, да, согласен. Ну, то есть, действительно, есть такая история, что сейчас программа не распространяется на МГУ, СПБГУ, Курчатский институт, Высшую школу экономики, еще ряд организаций. Наверное, действительно, было бы правильно расширить и на эти организации тоже. Спасибо. И еще вопросы? Тут целость... Можно добавлю просто по поводу сертификатов. Ведь, коллеги, в чем ключевая проблема этого инструмента? Ключевая проблема этого инструмента заключается в том, что это действительно инструмент социальной поддержки. Просто какой-то выделенной категории граждан. Просто, ну вот, выделили ученых, так же можно врачей, можно кого-то еще. Это не инструмент научно-технической политики, это не инструмент поддержки молодых ученых. И в этом смысле принципиально важно, на мой взгляд, как раз переформатировать... Не то, чтобы, знаете, добавить НИЦы туда, добавить вузы федерального значения. Это все нужно. Но нужно переворачивать этот инструмент. То есть этот инструмент должен быть направлен на поддержку результативных исследователей. Для того, чтобы, если мы понимаем, что человек показывает хорошие результаты, у него там блестящее будущее, то надо просто дать ему эту квартиру, купить, там, значит, не то, чтобы это был там какой-нибудь первый... Потому что сертификат сейчас это по размерам, это, по сути, первый взнос на ипотеку, как правило. Ну, в зависимости. 10%. То есть тут речь идет о том, что если... Но требуется, но требуется. Но там же привязка есть к региону. В общем, я к чему это говорю? Потому что, на самом деле, было бы... Тут есть риск, и риск связан с тем, что... С коррупционным фактором. Что сразу возникают в таких случаях проверяющие органы и задают вопрос, а почему этот человек получил, а этот не получил. Когда у тебя есть там 15 квадратных метров жилплощади на человека, там все понятно. И это факты максимально объективные, проверяемые. Когда речь идет про научные достижения, это вопрос гораздо более субъективный, может быть. Но, на самом деле, вот в этом направлении подумать и предложить какие-то критерии, вот действительно, распределение этих денег, и, может быть, не только этих денег, а какого-то большего гораздо объема. Но на совершенно других принципах, я думаю, что это была бы полезная задача, важная для Координационного совета, для вообще, для молодежи. И если мы могли там условно подумать и над количеством таких социальных грантов, жилищных грантов, и над их объемом, и над условиями получения, и оформить это в какие-то уже конкретные тогда решения. Спасибо. Коллеги, продолжаем серию вопросов, которые были подготовлены коллегами. Тут очень много вопросов как раз было от председателя Совета молодых ученых Уфимского федерального исследовательского центра РАН Михайлову Елены Владимировны. Значит, вот есть такое предложение. Ну, наверное, их мы в Мобиле Моссовича озвучим. Значит, предложение о поддержке аспирантов первого года обучения и талантливых студентов, занимающихся наукой. То есть то, что сейчас таких вот прямых мер нету, и вот, значит, комментируется это тем, что в аспирантуре молодой ученый не может сразу претендовать на какую-то повышенную степень. То есть ему нужен какой-то определенный период, там, да, вот один-два года, может быть, там, семестр какой-то, да, который бы, так сказать, продержаться за счет каких-то внешних мер поддержки для того, чтобы привлечь и в аспирантуру, и оставить молодых ученых, талантливых дальше развиваться. Да, спасибо. Это тоже очень актуальный вопрос, действительно. По этому вопросу сейчас есть два направления деятельности наше. Первое направление — это действительно такой инструмент, практически такой инструмент реализовывался Российским фондом фундаментальных исследований. На сегодняшний день в рамках реорганизации институтов развития данная функция передана Российскому научному фонду вместе с финансированием, которое выделялось в РФФИ на этот конкурс. Российский научный фонд будет реализовывать поддержку аспирантов в том виде, в котором они это себе видят, как они это себе представляют. В этом плане сейчас ту задачу, которую я вижу, — это, соответственно, встретиться с представителями Российского научного фонда и обсудить с ними то, как они планируют реализовывать поддержку аспирантов. Потому что такая задача у них есть, и эта задача поставилась и президентам, что нам нужно увеличить количество защит в срок. И, безусловно, Российский научный фонд, сейчас, переняв эту функцию, наследовав эту функцию от РФФИ, планирует каким-то образом ее реализовывать. Как это будет реализовано конкретно — вопрос, который требуется обсуждать с Российским научным фондом. Альтернативная траектория... Можно прокомментировать сразу насчет РФФИ? Там со второго года был только грант. Я знаю, что РФФ был со второго года. Я понимаю, да, хорошо. Согласен с вами абсолютно. Но, опять же, повторюсь, что, перенимая этот инструмент, как раз, может быть, можно донести позицию Российскому научному фонду, что хорошо бы этот конкурс еще там сместить, например, на год раньше. Или даже есть предложение, что и, может быть, даже до аспирантуры мы это обсуждали. Вторая как раз траектория, и сейчас я здесь попрошу, может быть, коллеги прокомментируют, это в этом году в рамках конкурса «Лидеры России наука» мы с финалистами собирались, те, которые... Ну, я выступал в роли наставника этого конкурса, собирался с финалистами обсудить те насущные проекты, которые у них есть. И как раз одним из таких проектов стали вот эти гранты на аспирантуру. И, соответственно, присутствующие здесь Василий Попков и Виталий Баган как раз свои предложения озвучивали. Соответственно, сейчас они в коллективном разуме вырабатывают предложения по тому, как на их взгляд, с их позиций, да, это представители, соответственно, Московского физтеха, представители Московского государственного университета и других уважаемых организаций, как они видят себе реализацию этих грантов. Но я думаю, если коротко есть желание Василия или Виталия что-то высказать по этому вопросу, насколько я знаю, они сейчас прорабатывают просто некую единую позицию по тому, как должен был бы выглядеть, пожалуй, такой инструмент, который позволял бы это поддерживать. Если коротко, коллеги, Баган Виталий, Московский физико-технический институт. Действительно, мы прорабатываем сейчас два варианта реализации мер поддержки. Это может быть грант, который выдается аспиранту, может быть грант, который выдается научному руководителю. Считаем, что очень важно иметь адресную поддержку для аспирантов, начиная с самого первого курса, или, может быть, даже при поступлении в аспирантуру, уже иметь для ряда ребят с выдающимися достижениями такую грантовую поддержку, потому что все мы понимаем, что аспирантская стипендия сейчас маленькая, и ребята попадают в гранты своих научных руководителей, ну, наверное, не с самого начала аспирантуры. То есть тут вопрос не только стипендий, но и реальной научной работы по проектам. Вместе с тем, та функция, которую реализовывал Российский фонд фундаментальных исследований, она была еще важной с той точки зрения, что ребята получали опыт руководства первым грантом своим. То есть в полевых условиях получали опыт администрирования гранта. Это были не очень большие деньги. 1,2 миллиона рублей выделялось там на три года, начиная со второго, соответственно, по четвертый год по РФФИ. У нас очень позитивный опыт по этим конкурсам. Мы тоже готовы подключиться к общению с РНФ, чтобы лучшие практики были продолжены. Соответственно, сейчас прорабатываем в рамках группы, как это лучше механизмами закрепить. Большой Виталий, Василий будет добавить? Василий выступал даже на Совете Федерации, я помню, перед Валентиной Ивановной Матвиенко, с предложениями по этому вопросу. Я их выдвигал, но в итоге там не успели высказать. Мне только хотелось бы добавить, что на самом деле вот эти две идеи, на мой взгляд, не взаимоисключающие, а взаимодополняющие, потому что идея выдавать этот грант научному руководителю – это скорее механизм, как удержать человека, допустим, в стране, чтобы он не уехал или в науке, чтобы научный руководитель мог сказать будущему аспиранту, дипломнику, у меня есть на тебя деньги, оставайся в России, иди в науку. А грант на аспиранта, он уже, очевидно, будет даваться человеку, который поступил в аспирантуру – это, да, скорее об приобретении опыта руководства грантами. В идеале бы неплохо иметь оба этих инструмента, чтобы и привлечь человека в аспирантуру, а потом уже в ней научить его руководить грантами и деньгами. Краткая презентация по координации Советов молодых ученых в Приволжском федеральном округе. Конечно, сегодня некоторые замечания уже были, я их взял на карандаш. Елена Владимировна, спасибо вам. Ну и, собственно, пользуясь случаем, я хотел бы рассказать, что делается и по каким, возможно, причинам мы упустили ваш совет молодых ученых из виду. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, краткое содержание, обзор советов молодых ученых в округе и чем они занимаются, и в чем состоит та координация, которую мы осуществляем. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь показаны цели координационного совета вообще, и как вы видите, среди них такой красный, ну и синий отчасти линий выделена координация сообществ молодых ученых и взаимодействие научной молодежи с советом при президенте по науке и образованию. И задача вот нас, в том числе координаторов в округах и представителей координационного совета в регионах, это взаимодействие с молодыми учеными, взаимодействие с советами, спор от вас предложений и донесение их на самый высокий уровень, на уровень совета при президенте по науке и образованию. И, надеюсь, отчасти сегодня мы чуть-чуть сдвинулись к реализации этой цели. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь в целом про сеть сообществ молодых ученых. Никита Владимирович верно сказал, что их около 600 на данный момент. Есть разные советы молодых ученых, но я хотел бы как непосредственно тот, кто взаимодействует с советами в округе, сказать, что советы молодых ученых это очень живая, очень динамичная структура. Это, условно говоря, не ректоры университетов, которые являются членами совета ректоров. Это не ученые из совета, которые есть по положению. Советы молодых ученых возникают, затухают, возникают заново, пишутся новые положения. Очень часто председатели уходят и не оставляют преемника. И это, конечно, вот тот момент, который очень затрудняет нам координацию. И это та причина, по которой, к сожалению большому, мы упускаем советы из виду. А допустить этого мы не можем. Мы прикладываем все усилия к тому, чтобы знать вас всех и коммуницировать с вами со всеми. Пожалуйста, следующий слайд. У нас в Приволжском федеральном округе сейчас трое. Каил Варфоломеев, Александр Николаев из Перевского национального исследовательского политехнического университета. И ваш покорный слуга, представитель Нижегородской области, университет Лопачевского. Следующий слайд, пожалуйста. На данный момент на карте СМУ мы знаем 96 известных советов молодых ученых. Видимо, нужно сказать уже 97, потому что здесь, насколько я помню, не входит Совет Туфимского федерального исследовательского центра РАА. Как вы видите, распределение... Да, а вот здесь то, что называется оценка взаимодействия с советами молодых ученых. Зеленым здесь выделены регионы, где удалось за последние три года выстроить достаточно неплохую коммуникацию с представителями советов, с председателями. Не везде есть совет региона, но в каждом из них есть активные советы организации. Голубеньким цветом выделены регионы, где коммуникация есть, но она не такая активная, и, видимо, нам нужно работать над ней. Ну, а красным помечены те, где по каким-то причинам сейчас коммуникации нет. В частности, это выяснилось вот сейчас при подготовке этого мероприятия. И, видимо, нужно поработать дополнительно с этими регионами. И вас, уважаемые коллеги, присутствующие здесь, я тоже призываю оказать нам в этом поддержку, потому что, ну, бывает, мы просто не всех знаем, тут порядка ста председателей только нужно знать. Если вы знаете кого-то активного, поделитесь хотя бы в том же телеграм-канале, или можно писать мне на почту, контакт будет в конце. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь про советы молодых ученых. Есть региональные советы, это в частности при губернаторе, при профильном региональном министерстве. В Нижегородской области сейчас сложилась вообще уникальная ситуация. У нас два таких региональных совета. Один при совете ректоров, но он не очень хорошо работает, я так признаюсь. Один сейчас создан, ну, фактически при региональном министерстве образования, науки и молодежной политики. Следующий слайд. Самая массовая часть – это советы молодых ученых вузов. Ну, наверное, понятно, что в университетах и в высших учебных заведениях вообще очень большой контингент молодых ребят, активных, которые хотят себя проявить, которые выросли вот из такой отчасти среды студсоветовской. И им ближе вот деятельность советов молодых ученых. Следующий слайд, пожалуйста. Но есть и советы молодых ученых институтов РАН, региональных научных центров РАН. Самое главное, что я отметил бы, они активно взаимодействуют друг с другом через профсоюзные организации. Видимо, через именно таким каналом Елена Владимировна и получила информацию. Это, в частности, общественная, профсоюзная и территориальная интеграция молодых ученых и специалистов по Волжье. Следующий слайд, пожалуйста. Есть советы молодых ученых предприятий реального сектора, в частности, в Кировской области, но, к сожалению, они не выходят на связь в последнее время. Это Пермский край, Мурская республика, Нижегородская область. Следующий слайд. Ну и, конечно, отделение общественных организаций, в частности, Российского союза молодых ученых. Дальше, пожалуйста. Координация работы, в принципе, уже говорилось сегодня, какая она. То есть есть лидеры советов молодых ученых организаций, они взаимодействуют с председателями региональных советов. Если этого нет, то они взаимодействуют напрямую с членами координационного совета в Приволжском округе. А мы уже доносим, соответственно, эту информацию до Никиты Владимировича и членов координационного совета, и членов совета при президенте. Следующий слайд, пожалуйста. Везде есть не только такая, ну, некая иерархия, что ли, взаимодействия. Вертикаль, неправильно говорить, иерархия все-таки. Есть горизонтальные связи. И, естественно, лидеры советов молодых ученых своих организаций взаимодействуют внутри с ректоратами, директоратами. Лидеры региональных советов взаимодействуют с региональным правительством. Ну, а координационный совет взаимодействует с администрацией президента. Следующий слайд, пожалуйста. И вот тут как раз уже поднимался вопрос, который, возможно, нам нужен ваш отклик, а нужен ли совет молодых ученых окружной. Потому что это тоже некая проблема, это нужно налаживать взаимодействие, в том числе, с аппаратом полпреда. Это, ну, уж простите за терминологию, нужно дополнительное бумаготворение в виде, значит, рассылки писем, в виде создания новых положений. Но при этом большой вопрос с целеполаганием такой структуры и с ее необходимостью для вас же. Следующий слайд, пожалуйста. Что мы делаем в рамках нашей работы? Это регулярная актуализация сети СМУ. Ну, действительно, время от времени, ну, где-то раз в полгода, раз в год, я обновляю вот эти экселевские таблички, которые сегодня упоминались. И периодически мне удается получать информацию от уходящих, так сказать, на, мы будем говорить не на пенсию, на повышение председателей Советов молодых ученых, которые рассказывают мне, кто же теперь их преемник в Совете. Это информирование о разных мероприятиях, в частности, мы его осуществляем совместно с Миноборнауке Российской Федерации, это дайдже для молодых ученых. Это сбор предложений касательно в том числе актуального состояния молодежной научно-образовательной политики, ну, в частности, жилищный вопрос, который беспокоит всех, естественно. Следующий слайд. Ну, и часто тем, кому рассылки доходят, приходят регулярные социологические опросы, мы собираем и продвигаем лучшие практики Советов молодых ученых и стараемся обмениваться опытом между Советами молодых ученых регионов. Ну, и вот тут указано, что действительно с 2020 года по всем понятным причинам у нас преобладает онлайн-формат. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, и лучшие практики, это конференции школы. Тут можете прощелкивать прям подряд, я буду быстро говорить. Слайд прощелкивать, да. Конкурсы молодых ученых, меры направлены на анализ профессиональной среды. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, и, собственно, вот наши контакты. Просто о лучших практиках расскажут следующие докладчики. Это наши контакты, действительно, почта, офис, корсовет, youngscience.gov.ru. Это сайт, на который я даю ссылку, когда что-то рассылаю. Следующий слайд. Ну, и вот моя фотография. Я тут немножко шире, чем сейчас, в ширину. Здесь представлено, кто я, мой контактный телефон и мои контактные имейлы. Я их также продублирую сейчас в чате, чтобы вы могли связываться со мной по любым вопросам касательно функционирования Советов молодых ученых в округе и взаимодействия с Координационным Советом. Спасибо. Антон, спасибо. Так сказать, здоровью и удачной дороги ждем в Казани. Дальше хотелось бы передать слово Юлии Рустамовне Кореевой. Она уже достаточно детально на предыдущем заседании рассказала о движении молодых ученых. Если есть, что-то добавить к тому, что уже было сказано. И как раз я так понимаю, что вместе с Юлией Рустамовной немного о деятельности уже Совета молодых ученых в Казани расскажет Сергей Гапоненко. Не первый час знакомы и те, кто меня знал раньше, Кореева Юлия Рустамовна, движение молодых ученых-специалистов Республики Татарстан. На самом деле постаралась в первую часть достаточно много рассказать. Могу рассказывать и болтать долго, но все мы, наверное, больше из нас преподаватели, которые готовы болтать часами, без устали. Но хотелось бы, наверное, такой момент. В принципе, по основным каким-то проектам, которые мы проводим, я тоже уже, в принципе, рассказывала. Хотела бы сказать, вот у нас есть один из наших основных главных конкурсов, главное наше мероприятие. Это проект, конкурс «Лучший молодой ученый Республики Татарстан», который проводится уже с 2010 года. И вот, например, в прошлом году, то есть «Лучший молодой ученый» 2020 года, значит, 130 человек у нас, в принципе, подали заявки из Республики Татарстан, 39 человек прошли вочный тур. И вот 21 финалист были награждены денежными призами. Конкурс проводился при поддержке Министерства молодежи. И особенность, которая была в этом году, этого конкурса, это то, что мы подтянули наши основные промышленные организации, предприятия. И молодые ученые, которые работают на этих предприятиях, ну, вот как раз-таки Татнеев, Нижнекамский нефтехим, Урксинтез и так далее, тоже очень, в принципе, заинтересовались этим, принимали участие и, ну, остались очень довольны тем, как это все прошло и как они вообще поучаствовали. В 2012 году проводился конкурс «Лучший молодой ученый» Приволжского федерального округа. И на самом деле мы сейчас уже не первый месяц, не первые полгода, не первый год думаем о том, чтобы снова было бы здорово провести этот конкурс. Мы подавали грант на заявку, проект на фонд президентских грантов. И тут, наверное, как обращение, как вопрос к координационному совету, вот такие вот мероприятия, которые, в принципе, это мероприятие «Лучший молодой ученый», оно достаточно мало где проводится по регионам, изучали, смотрели, да, можно найти регионы, ну, буквально по пальцам одной руки, наверное, пересчитать, где это проводится. А вот такой вот формат этого конкурса, который можно было бы распространить, сначала опробовать на Приволжский федеральный округ, затем на всю Россию, это было бы, конечно, очень здорово. И здесь, конечно, нужна поддержка и всех, кто у нас в Приволжском федеральном округе в первую очередь, и, конечно же, координационного совета. Потому что, ну, важный момент — это финансирование, которое, ну, пока через фонд президентских грантов у нас не получилось добиться этого. Вот, но, тем не менее, мы бьемся, боремся и надеемся на то, что все-таки у нас это получится. Но два тура, заочный тур, очный тур, очный у нас проходит в таком нестандартном формате, как Elevator Pitch называется, то есть разговор в лифте, когда, ну, у нас и молодые ученые начинали так, что, типа, всю ночь ездил, катался в лифте, готовил свой рассказ. Ну, и вот, в принципе, в таком легком формате, достаточно понятном для всего и для всех, мы это проводим и оцениваем наших участников. Ну, награждение проходит с представителями нашей аппарата президента, министерств образования, министерства молодежи. Ну, и, как я уже говорила, вот у нас в этом году принял участие на нашем конкурсе замечательный певец, ведущий, романтический романс, участник «Голоса» Евгений Кунгуров. Вот, ну, это вот такой вот основной конкурс, который мы проводим. В этом году мы при поддержке Татнефти будем проводить его, выиграли грант на миллион 380 на проведение, и сейчас мы как раз открыли заявочную кампанию на проведение этого конкурса. Ну, вот, я говорю, в мечтах плана дальнейшее это проведение Приволжского федерального округа. Ну, естественно, что в наше движение, оно, кроме этого, объединяет еще Совет молодых ученых, ну, конечно же, вузов, и Совет молодых ученых, которые у нас есть в городе, город Казани, город Альметьевск, набережные Челны. И каждый из этих Советов молодых ученых также проводит различные мероприятия. Но хотелось бы, прежде чем передать слово председателю Совета молодых ученых города Казани, Гопоннику Сергею Олеговичу, сказать, что, в принципе, городской совет был организован как ячейка республиканского еще в начале 2000-х годов, и с того момента он, ну, и по сегодняшний день существует при поддержке нашего комитета по делам детей и молодежи города Казани. Они проводят совместные проекты, о которых Сергей Олегович расскажет. Ну, и некоторые проекты были начаты и инициированы еще в движении, и сейчас они очень хорошо развиваются на территории города Казани. Но, к сожалению, есть проблемы как раз-таки некоторых финансирования и так далее, когда в Казань, естественно, что имеет больше возможностей для молодых ученых, как вот там стипендия мэра и еще другие конкурсы. Другие города, Альметьевск, Челны, они принимают участие в нашем лучшем молодой ученой или в каких-то конференциях, но вот тоже думаем и планируем о том, чтобы проводить там и развивать тоже при наличии поддержки каких-то еще и тоже специальных стипендий именно уже для тех высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, которые находятся в других городах. Но постаралась так вкратце, чтобы вас не утомить, и передаю слово Сергею Олеговичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Презентацию включите, пожалуйста. Итак, Гапоненко Сергей, председатель Совета молодых ученых города Казани. Следующий слайд, пожалуйста. Сергей, я единственный хотя бы регламент 5 минут, поэтому, пожалуйста, уместитесь. Спасибо вам большое. Так, уважаемые коллеги, огромная благодарность за возможность выступить, в первую очередь. Итак, Совет молодых ученых был образован в 2007 году. В состав входит 24 представителя высших учебных заведений и также научной организации города Казани. Следующий слайд, пожалуйста. На данном слайде представлены организованные, проводимые советом, конкурсы и премии для молодых ученых, такие как стипендия мэра, лучший молодой преподаватель, премии Арбузовых, Завойского и так далее. Следующий слайд. Мне бы хотелось рассказать вам о практике динамика социального положения молодых ученых и специалистов города Казани. Целью которой является выявление факторов формирования социального статуса молодых ученых и специалистов города Казани. Совет молодых ученых Казани организовал и провел опросы для молодых ученых Казани и Республики Татарстан с целью определить профессиональное самочувствие и наиболее волнующие проблемы молодых ученых, в результате которых были определены наиболее волнующие вопросы, и они связаны, конечно же, с жильем. В продолжении исследования Совета молодых ученых было принято решение провести еще один опрос о обеспечении жильем молодых ученых. Следующий слайд. В опросах приняли участие более 500 молодых ученых. Данный опрос показал, что профессиональное самочувствие молодых ученых в большинстве своем может быть охарактеризовано как неустойчивое, с преобладанием негативных оценок по ряду индикаторов профессионального самочувствия, неудовлетворенность заработной платы и низкие показатели основных индикаторов профессионального самочувствия, как правило, становится фактором, повышающим недовольство молодых ученых своим социальным положением. По результатам опросов был проведен круглый стол в состоянии перспективы молодежной научной политики Казани и Республики Татарстан, где присутствовали представители органов публичной власти. В ходе работы были выработаны рекомендации в институты публичной власти. Данные опросы проводятся на регулярной основе. Результаты направляются в органы власти. На основе них принимается решение. Следующий слайд, пожалуйста. Также Советом молодых ученых был подготовлен и опубликован информативный справочник «Инструменты государственной поддержки молодых ученых Казани и Республики Татарстан», который представляет собой материалы по систематизации мер и направлений государственной поддержки молодых ученых, действующих на муниципальном, региональном и федеральном уровне. Внешний вид данного справочника представлен на слайде. Следующий слайд. В 2011 году в год науки и технологий совместно с коллегами из Казанского энергоуниверситета был подготовлен и опубликован новый справочник «Наука и молодежь», в котором были добавлены такие разделы, как ежегодные симпозиумы, форумы, круглые столы, конференции и так далее. Справочники данные полезны аспирантам, молодым ученым и увлекающимся научной работой студентам Казани и Республики Татарстан. Следующий слайд. На данном слайде наши контакты. Спасибо за внимание. Тогда, значит, Смеков Александр Анатольевич, он у нас очно. Пожалуйста, до презентации. Да, еще раз добрый день всем коллеге. Ну давайте сразу следующий слайд перейдем. У нас, вот как уже Антон Алексеевич упомянул, сложилась достаточно интересная ситуация в регионе. Существовал совет молодых ученых и специалистов, чтобы его отличать чуть-чуть, добавлю эту приставку. Но с 2015 года так сложилось, что он не существовал. В 2019 году, наверное, в добрые руки попала идея создания этого совета. Вот получается, что примерно год мы занимались изучением вообще лучших практик, обращались к практикам как раз наших коллег из Республики Татарстан. Они даже, если почитают наше положение, наверное, увидят там чуть-чуть ноток своего положения. Ну и были собраны рабочие группы, чтобы разработать концепцию. То есть совет прекратил свое существование, наверное, не просто так, а потому что он кому-то, наверное, не был нужен. Не было заинтересованных лиц, поэтому 4 года, 5 лет его не было. Сейчас мы его возрождаем. На данный момент совет юридически создается, на подпись его губернатора распоряжение находится. Фактически он уже собран, состоит из 30 членов, в том числе Антон Алексеевич. Естественно, на специальных основаниях в этот совет входит. Единственное, я хотел бы Антона Алексеевича поправить. Он создан юридически при губернаторе, не при Министерстве образования. У нас есть курирующий заместитель губернатора. Вот так мы сейчас начинаем существовать. Давайте дальше. Следующий слайд. Что касается цели, ну не буду ее зачитывать, да, всем цель примерно понятна. У всех региональных советов молодых ученых она плюс-минус одинаковая. Вот что касается задач, здесь бы хотел выделить особенно личностный рост членов совета. Я как председатель для себя ставлю эту задачу особо, чтобы люди, которые занимаются реализацией государственной молодежной политики и научно-образовательной политики на общественных началах в рамках совета, они все-таки отдачу какую-то получали. Поэтому мы над этим тоже будем работать. Давайте следующий слайд. Ну, конечно, особо отмечу и экспертные задачи совета, чтобы вот те же региональные конкурсы научные, в том числе и грантовые, судорожные экспертов не приходилось искать. Да, всегда под рукой совет был и свою экспертную функцию выполнял. Ну, вот здесь есть некоторая структура президиума, которую мы для себя выработали, считаем ее оптимальной, ну, и как бы делимся вот своим опытом, да, помимо председателя имеются три заместителя, председатель и секретарь. Ну, и основными принципами нашей работы мы постулируем равенство, демократию и меритократию. Следующий слайд, пожалуйста. Текущие задачи и проекты тоже не буду углубляться во все пункты. Единственное, что мы точно хотим сделать, это рейтинг советов молодых ученых, организаций внутри региона, чтобы проводить некую самодиагностику. Ну, велосипед не изобретаем, есть такой общественный орган, как Ассоциация молодежных правительств, председатель которого как раз из города Казань, Дина. И у них есть такой метод диагностики молодежных правительств в других регионах, это рейтинг некий. Вот мы хотим на уровне региона и на уровне советов молодых ученых такую методику опробировать. Что касается наших приоритетных проектов, их три, это жилье для молодых ученых Нижегородской области, Всероссийский фестиваль науки и также реновация Дома ученых. Чуть подробнее о них расскажу чуть дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Как раз вот про проект для молодых ученых. Как Денис Сергеевич сказал, ситуацию надо переворачивать, Поэтому, не имея доступа к федеральной повестке, но имея доступ к региональной повестке, мы ее хотим перевернуть на уровне нашего региона. Основные отличия от жилищных сертификатов, их слишком много, то есть эта программа даже не одинаковая. На конкурсной основе, посредством некой экспертизы, некого конкурса, который будет иметь, будем надеяться, четкие основания, разрабатывается рейтинговая система, по которой допускаются к участию в данной программе люди в соответствии с рейтингом. Данная программа представляет из себя субсидирование ипотечной ставки посредством гранта, то есть это субсидирование из регионального бюджета. Грубо говоря, человек проходит некий отбор, доказывает свою компетенцию, и после чего подписывает договор, который заключается между ним и правительством Нижегородской области, по которому он берет на себя обязательство выполнять некие наукометрические показатели, также обязуется работать в Нижегородской области. Все-таки за деньги Нижегородской области не хотелось бы, чтобы ученый уехал в славный город Москва, например, куда у нас часто молодые ученые уезжают. И в результате, как раз когда мы разрабатывали эту программу, мы также как Совет молодых ученых города Казань провели опрос, некую диагностику, узнали, какими финансовыми средствами обладают молодые ученые. И, кстати говоря, хотелось бы отметить, помимо того, что саму программу мы реализуем с Дом.РФ, банком, использовали для вот этой диагностики платформу Science ID. Там были некие шероховатости в организации опроса, не так все отлажено, к сожалению, но, тем не менее, использование этой платформы – это все-таки гораздо более удобный и презентабельный инструмент, нежели Google Forms, поэтому мы более 200 человек и все научно-образовательные организации Нижегородской области опросили и очень интересную картину получили. Давайте к следующему проекту. Всероссийский фестиваль науки. Ну, не буду тут останавливаться, кто знаком, может быть, это франшиза Московского государственного университета, которая реализуется уже более 10 лет на территории России. И у нас в регионе мы эту франшизу хотим развивать. На данный момент у нас буквально вчера завершился этот фестиваль. Он собрал более 2,5 тысяч участников. Никита Владимирович как раз на открытии принимал участие. И по итогам более 450 докладов, то есть это самая крупная научная конференция в регионе. И сборник по итогам данного фестиваля, который направлен на молодых ученых, на школьников, ну, скажем так, на самых молодых ученых, в основном это студенты, школьники, магистранты. А сборник более тысячи страниц, такая здоровая, конерженция. Ну, это вот первый опыт мы даем молодым, очень молодым ученым прикоснуться к миру науки, вообще попробовать свои силы. Давайте следующий слайд. Интересная у нас ситуация в регионе сложилась. У нас есть такое подведомственное Министерство образования и учреждения, называется Дом ученых. И сейчас поставлена некая задача его реновации, превращения в общественное пространство для молодых ученых. У нас есть прекрасный молодежный центр «Высота», общественное пространство в центре города, в котором собираются представители творческой молодежи, активной молодежи. Ну, вот для молодых ученых мы хотели бы создать свое пространство. С директором уже молодежного центра «Высота» тоже переговорили. Сейчас вот планируем создавать рабочие группы и смотреть вообще, что молодежь ждет от этого центра инфраструктурно, идеологически, концептуально. Давайте следующий слайд, на котором приведены мои контакты. Мы всегда открыты к любым взаимодействиям. Надеюсь, что и Координационный совет Приволжского федерального округа, мы уже тут немножко обсудили, он родится в ближайшее время. Ну, вот в формате, наверное, Координационного все-таки совета, не совета как такового, потому что пока каких-то проектов, наверное, ну вот может быть как раз молодой ученый ПФО, может это будет таким драйвером роста для данного совета. Ну, в общем, посмотрим. Но необходимость создания этого совета, она уже вот была председателями совета регионов ПФО, сегодня обозначена. Спасибо. Спасибо, Александр. Мы теперь попробуем вернуться к Пензенской области. Гаркин Игорь Николаевич. Пожалуйста, вы можете включить звук, видео и поделиться экраном, если вы готовы. Во-первых, прошу прощения, что лично не удалось приехать, к сожалению, на карантине нахожусь. Ну, хотелось бы поделиться то, что мы сумели сделать в рамках Совета молодых ученых и специалистов Пензенской области в 2021 году и планы на 2022. Ну, во-первых, к сожалению, многие планы пришлось скорректировать в связи с пандемией, но отчасти она нам даже в чем-то помогла. Сейчас объясню, почему. Основной задачей Совета молодых ученых Пензенской области все-таки мы считаем популяризацию научной деятельности в Пензенской области среди молодежи. Это школьники, студенты вузов, СУЗов. В рамках этого члены и молодые ученые постоянно посещали и посещают школы, техникумы, вузы, делятся практиками, рассказывают о каких-то достижениях, о лучших молодых ученых. Эта работа проводится постоянно. Вот. Мы себе все это оставим активно. По поводу того, что отчасти как-то нам помогла пандемия, мы совместно с региональным отделением Общероссийского народного фронта, они нас попросили помочь, мы не отказали, мы организовали проект онлайн-помощь. То есть, когда многие школьники перешли в дистанционный формат обучения, к сожалению, не все слои населения, особенно в сельской местности, скажем, умели хорошо пользоваться компьютерной техникой, интернет-коммуникациями и так далее. Поэтому мы организовали горячую линию по телефону, писали. Ну, там у нас в WhatsApp, ну, в социальных мессенджерах различных нам люди звонили, писали, спрашивали, как помочь. В общем, мы в формате онлайн-помогали, естественно, на общественных началах. Это второе. И третье. Мы проводим социологические исследования периодически в вузах среди студентов, там, хотели бы вы заниматься наукой или в каком виде, ну, и получаем различные там результаты. Кстати говоря, большинство студентов, в общем-то, во всяком случае, говорят, что хотят заниматься научной деятельностью, ну, то есть для нас это положительно. Это что касается вот того, что мы реализовали. О планах на 22-й год, ну, во-первых, мы продолжаем работу популяризации научной деятельности. То есть мы еще сейчас договорились о том, что школьников, студентов будем водить на Восток-750 области. У нас там и клапаны для сердца производят, и там различные высокоточные станки, допустим. То есть у нас договоренность есть, мы будем проводить экскурсии на промышленные предприятия. Вот второе. У нас вот как-то у нас сменился губернатор, руководство области. Вот какой-то у нас пошел отчасти тренд. Это на то, что сохранение культурного наследия Пенинской области. И мы хотим провести конференцию. В общем-то, мы как бы добро от властей получили. Эта конференция для школьников будет наследие Пенинской области. То есть есть объекты культуры наследия, так называемые, которые есть специальный реестр, они стоят на учете. Мы решили провести конференцию, где каждый район, у нас 33 муниципалитета, районов области. Каждый район, там школьники из этих районов подготовят про какой-то свой объект культуры наследия доклад. И мы соберем конференцию, надеемся, конечно, в очном формате, но скорее всего онлайн, но надеемся в очном. Опубликуем сборник и вот такое мероприятие проведем. Вот, это второе. И третье, мы хотели бы создать такой банк данных рационализаторских предложений молодых ученых, чтобы потом презентовать его там раз или в квартал, или в полгода для предприятий Пенинской области. Там через Союз Машинстроителей или каких-то еще организаций. Вот, вот это такие основные задачи. У нас, к сожалению, так скажем, ну, задачи такие более приземленные, потому что там такие вещи, как помощь в приобретении жилья, еще что-то, они просто нереальные, к сожалению, в нашем регионе. Вот, поэтому у нас более такие приземленные задачи, но счет надо начинать. Вот, что касается еще, так вот, неоднократно говорили о конкурсе молодых ученых, у нас правительство Пенинской области ежегодно дает премию ученые года по разным номинациям. И вот в рамках этого там есть отдельная, как бы, номинация молодой ученые года. Ну, правда, наш совет к этой премии не имеет, в общем-то, отношения, они его распределяют сами. Ну, просто такое есть. Мы, опять-таки, готовы, как все говорят, к сотрудничеству. Если у кого-то есть предложения, с удовольствием посотрудничаем. Большое спасибо. Может быть, если на курсе, я с удовольствием. Спасибо большое. Дальше мы двигаемся в сторону Пермского края. И даем слово Алексеев Александр Олегович, член Совета молодых ученых Пермского края, доцент НИПУ. Коллеги, добрый день. Меня слышно и видно презентацию? Да, все видно, слышно. Пожалуйста, Алексей Олегович Александрович. Я понимаю, что мы выходим немножко уже из графика, поэтому я буду максимально коротким. Я сегодня хочу рассказать о практике, которая, во-первых, тиражируема. Собственно, мы не первые, кто придумали создать студенческий научный журнал. Но, собственно, я знаю, что сейчас наши коллеги из Южного Урала тиражируют нашу практику. И я сегодня хотел бы рассказать о том, что это на самом деле миф существует, о том, что студенческие статьи, они какие-то ненаучные статьи. Это статьи, в которых содержатся какие-то полурезультаты. И на самом деле наша практика, практика Пермского края показывает немножко другое. Помимо коллеги того, что я являюсь членом Совета молодых ученых-специалистов Пермского края при Министерстве, я являюсь одновременно членом редакционной коллегии трех научных журналов. Два из них — это такие чисто математические журналы, а один — это журнал, который Master's Journal, о котором я сегодня хочу рассказать. Собственно, это журнал, который был создан по инициативе Совета молодых ученых и специалистов Пермского национального исследовательского политехнического университета. В 2012 году мы его тогда создали именно по той причине, что ходил миф, что надо очистить сериальное издание «Вестника» Пермского политехнического университета от студенческих статей. И мы пришли с инициативой, давайте создадим такую площадку первого пира, где студенты бы могли публиковать свои научные статьи. И, с одной стороны, это будет площадка, где студенты смогут тренироваться писать, публиковать свои первые статьи. И одновременно в более серьезных журналах якобы исчезнут некачественные статьи студенческие. Некачественные коллегии в кавычках, естественно, потому что сейчас я хочу привести некоторую статистику, результаты анализа, которые мы провели несколько лет назад. И сейчас я хочу вам показать два раздела. Первый раздел – это самый первый раздел, который был создан, раздел «Машиностроение» за 6 лет, начиная с 2012 года. К 2018 году было опубликовано в этом разделе 198 статей. Это 39% всех статей, изданных в нашем журнале. И обратите внимание, что за 6 лет 5 студентов и аспирантов, которые на момент написания статьи были еще студентами или аспирантами, они опубликовали 28 статей. Это 14% от всех статей по разделу. И фактически это вот, если поделить количество статей на общее, то можно сделать такой вывод о том, что каждая седьмая статья в этом разделе была написана молодым специалистом, студентом или аспирантом, но который в будущем стал кандидатом наук. Второй раздел, который мы подвергли анализу, это был раздел «Лубанистика и строительство архитектуры». Здесь у нас, конечно, менее представительная эта рубрика была, была всего 57 статей, это 11% от всех статей. Но обратите внимание, что вместе мы проанализировали половину всех статей, которые были опубликованы в журнале с периода 2018 по 2018 год. И вот здесь уже статистика немножко другая. Каждая пятая статья была написана будущим кандидатом наук. То есть, и более того, этот анализ проводился в 2018 году. Тут надо понимать, что студент написал свою первую статью, он не на следующий год станет кандидатом наук. Он станет кандидатом наук года через четыре. Поэтому вот мы запланировали на следующий год повторить этот анализ, посмотреть, что произошло за еще пять лет. Но я думаю, статистика увеличится. И, собственно, вот такую практику мы хотели показать, понимая, что у нас не больше пяти минут времени на доклад. Коллеги, основная мысль была такая, что создание студенческого научного журнала – это не создание журнала, где будут публиковаться какие-то непонятные результаты. Очень высокая цитируемость у этого журнала. У нас индекс Хирхендаля-Хиршмана около 200, коллеги. Собственно, там не буду сейчас пояснять формулу, по которой это вычисляется. Там чем меньше число, тем, собственно, лучше библиометрический показатель журнала. Очень важный аспект, коллеги. Я на этом, наверное, закончу. Мы принципиально выбрали формат издания журнала два раза в год, не четыре раза в год. Это сразу же поставило крест на стратегии стать ваковским журналом, потому что там необходимо в течение двух лет издать восемь номеров для того, чтобы попытаться попасть в этот журнал. Но что нам это дало? Когда нам студенты присылали свою статью или писали письмо о том, что можно ли у вас опубликовать статью, мы писали о том, что да, у нас номер июньский уже сформирован. Например, человек пишет в мае. Мы говорим, июньский номер уже сформирован, а следующий номер выйдет только в декабре. Это привело, во-первых, к тому, что да, студенты, которые пытались быстренько-быстренько опубликовать какой-нибудь результат, они у нас отпали. Поэтому вот такая практика, когда мы осознавали, что мы не будем никогда делать наш журнал, включать ВАГ, мы даже заявку не будем подавать, мы осознанно отказались от этой идеологии. Это рицерский журнал, который является площадкой первого пера, на которой тренируются студенты. Но вот статистика показывает, коллеги, мне кажется, убедительно, что студенты, студенческая наука, студенческие статьи – это вполне серьезная работа, коллеги. На этом, коллеги, я закончу, потому что, я так понимаю, у меня в 6 минут получился доклад, и я с удовольствием отвечу на вопросы, если они есть, собственно, мои контакты. Ну и, безусловно, можете у моего коллеги, который сейчас находится на совещании очна, Александра Викторовича Николаева, там какие-то вопросы передать. А в бумаге или в цифре у вас журнал-то? Он электронный, да. Спасибо. Большое спасибо, Александр. Мы исчерпали повестку докладов. У нас многие регионы Приволжско-федерального округа смогли сегодня рассказать о своей политике в области движения молодых ученых, советов. Действительно, очень много интересных проектов, начиная от публикации, заканчивая мерами поддержки различными мероприятиями. Действительно, я думаю, что это было полезно всем тем, кто сегодня здесь собрался. И хотелось бы, для подведения итогов, предоставить слово Никите Владимировичу. Спасибо большое, Михаил Алексеевич. Мне кажется, мы достаточно продуктивно пообщались сегодня в течение этого времени, практически несколько часов, обсудили целый ряд вопросов, обменялись практиками. На самом деле для нас очень важно, чтобы этот обмен практиками шел и на уровне федерального округа, и более широко. Поэтому я считаю, что сегодня достаточно хорошее у нас было совещание, по крайней мере, я для себя пометки некоторые сделал, которые нужно осмыслить, может быть, какие-то практики растиражировать. Я думаю, что вы тоже из наших сообщений какие-то мысли, может быть, для себя зафиксировали о том, как можно в нашу деятельность вовлечься. Как минимум, у нас сегодня в нашем горизонте взаимодействия добавился еще один совет молодых ученых, значит, уже не зря собрались. Ну и в целом, я думаю, что из того, что ребята рассказывали сегодня, из того, что я рассказывал, я очень надеюсь, что вы активно подключитесь к тем проектам, которые мы реализуем и в рамках Года науки и технологий, и в рамках нашей текущей деятельности. И таких вопросов, таких проектов, их на самом деле будет сейчас, я думаю, становиться, их сейчас становится больше. И, в общем-то, за счет того, что более активно в нашу деятельность вовлекаются и советы молодых ученых, и лидеры России, и товариществу лауреатов, наше сообщество начинает расширяться, соответственно, и амбиции растут, хочется действительно уже заниматься серьезными, крупными проектами. Поэтому, в общем-то, давайте двигаться в этом направлении вместе. Мы всегда открыты и, в общем-то, с молодыми учеными Приволжского федерального округа всегда рады сотрудничать, организовывать мероприятия, обращайтесь. То есть, вот Александр правильно Смыков сказал, да, никаких проблем, и какое-то мероприятие совместно провести, и вот на фестивале науки на днях открывали фестиваль, и в Перми в этом году проводили заседание координационного совета. У нас в этом году мы два заседания в Приволжском федеральном округе провели. Неплохо. Вот. Среди других вопросов, опять же, предлагаю подумать, предложение, может быть, ваше прислать на тему того, что можно было бы, как можно было бы реорганизовать гранты президента для молодых кандидатов и докторов наук. Сейчас мы тоже это обсуждаем, потому что по статистике и востребованность этих грантов постепенно снижается. Надо подумать, может быть, придать им новое дыхание, под каким-то новым соусом перезапустить этот инструмент поддержки. Это то, что сейчас действительно можно сделать. Эти предложения подготовить и от нас, как от Совета при президенте, по сути, эти предложения выдвинуть на то, чтобы сделать этот инструмент более востребованным, более престижным действительно имени президента и, соответственно, придать ему новое свежее дыхание. На этом хотел бы всех поблагодарить. Хотелось бы, знаете, как российские люди хотят, чтобы наука в стране не заканчивалась с годом науки и технологий, судя по опросам, по социологическим. Также хотелось бы нам всем пожелать, чтобы наша совместная работа не закончилась вместе с сегодняшним совещанием. Все инструменты взаимодействия сегодня мы неоднократно проговорили. Пожалуйста, если у вас есть инициатива, вопросы, предложения, пользуйтесь. Сегодня есть много очень способов с нами взаимодействовать, до нас, соответственно, выходить с нами на контакт. Поэтому всех призываю к сотрудничеству. И большое вам спасибо за сегодняшнюю работу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!